Кружевной пасхальный кулич краффин. Ингредиенты. Для опары мука 1 чайная ложка, дрожжи сухие 6 грамм 1 чайная ложка или свежие 20 грамм, молоко 80 миллилитров, теплое. Для замеса теста мука 350-370 грамм, подошедшая опара, сливочное масло 40 грамм, растопить, сок апельсина 30 миллилитров, апельсиновая цедра 1 столовая ложка, яйцо 1 штука, яичные желтки 2 штуки, сахар 80 грамм, соль пол чайной ложки. Для прослойки сливочное масло 100-125 грамм, мягкое, мускатный орех, щепотка, клюква вяленая 200 грамм или изюм 50 грамм, клюква вяленая 50 грамм, курага 50 грамм, черника 50 грамм, миндальные лепестки 50 грамм или любые другие измельченные орехи. Для украшения сахарная пудра. Для начала приготовим опару и активируем дрожжи. В теплое молоко добавляем 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку муки и сухие дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем в тепле на 10-15 минут. Берем 2 желтка и 1 яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем миксером до полного растворения кристаллов сахара и светлой пышной пены. В предварительно просеянную муку вливаем дрожжевую опару, теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина, цедру апельсина, взбитые яйца и замешиваем тесто. Вымешиваем на столешнице до тех пор, пока тесто не станет эластичным и не перестанет отставать от рук примерно 10-12 минут. Тесто скатываем в шар, выкладываем в миску и совсем немного смазываем растительным маслом. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место без сквозняков на 1,5-2 часа. Подошедшее тесто выкладываем на стол и делим на 2-3 части. Скатываем тесто в шарики, накрываем пленкой и оставляем отдохнуть на 5-10 минут. Раскатаем по одному шарику тесто в очень тонкий прямоугольный пласт. Затем обильно смазываем пласт теста размягченным сливочным маслом. Сверху посыпаем мускатным орехом. Раскладываем по всему тесту вяленую клюкву. По желанию можете добавить разные сухофрукты. Аккуратно сворачиваем пласт теста в плотный рулет. Затем острым ножом разрезаем рулет вдоль, но не до конца. Отступаем примерно 2 см от начала. Начинаем формировать кулич краффин. Все слои должны быть видны с внешней стороны. Сначала формируем дно кулича, закручивая спиралью одну половинку рулета к его началу, а вторую половинку закрутите спиралью, поднимая и укладывая поверх первой. В самом конце формируем красивый верх кулича. Поместите куличи в форму для выпекания, накройте сверху пищевой пленкой и оставьте в теплом месте для подъема примерно на 1 час. Подошедшие куличи отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем в течение 10 минут. После чего нужно снизить температуру до 180 градусов по Цельсию, накрыть фольгой и выпекать примерно 20-30 минут. После выпечки горячие куличи полностью остудите, затем по своему желанию можете посыпать сахарной пудрой или украсить на свое усмотрение. Кулич получается очень красивым, мягким и очень ароматным. Видны практически все слои теста. Обязательно попробуйте испечь кулич по этому рецепту, он вам очень понравится.